доброе утро друзья еду на работу думаю о конкурсе который мы на днях объявим и у меня на самом деле уже есть некоторое видение в какую сторону мы пойдем у нас очень разнообразная и талантливая аудитория я хочу сказать что практически по любому вопросу который мы обсуждаем и приходят люди которые настолько глубоко и тонко чуть расскажут я я сам очень учусь многому у наших нашей аудитории поэтому я думаю что мы должны вот в этом направлении что-то сделать чтобы конкурс был о зрителях а они о канале но может быть как-то ну там совместится я не знаю но во всяком случае я считаю что наш зритель не имеет возможности как-то вот себя здорово показать а а хочется чтоб люди себя здорово показали потому что чего показать есть и но мы сейчас вот сформулируем я пока не пока не готов я может быть она бумажечки даже напишу чтобы ничего не забыть ну или так файлик файлик напишу а раз такой конкурс будет о главном да а существенным и вот я подумал что расскажу к я вам анекдота главным так не вне такой связи прямой с конкурсом знаете есть я по моему вам рассказывал частушку такой советских времен на частушку анекдот когда спрашивает там пусть будет армянское радио спрашивают что такое частушка и на радио говорят это формат формат которым выражается народное творчество русское и характерен этот формат тем что частушка состоит из двух частей которые связаны рифмой но не обязательно связаны по смыслу например у моего миллионка в попе затерялась клизма призрак бродит по европе призрак коммунизма там прямо из маркса из манифеста но значит это да это было ужасно смешно но связь так сказать того что я рассказал до сих пор и того что они тут которые расскажут на такая же как в частушке то есть так она как-то связано немножко но не то чтобы так вот напрямую очень идут такой будет в театре там администратор подбегает к работнику сцены и говорит значит вася срочно нужно артиста заменить он не может прийти тут спектакль тут гитах я даже и роли не знаю я ждет как ведь даже не волнуйся там суфлер тебе все скажет иди и все ночью его наряжают облачают все он выныривает на сцену суфлер медленно движется к краю сцены значит тут медленно так движется краю сцены суфлер медленно садится в кресло он медленно садится в кресло суфлер зовет слугу фёдор 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 приходит фёдор суфлер что-то фёдор ноги у меня бывало раньше так весь день на ногах а теперь не могу суфлер и руки у меня болят а еще фёдор фёдор болят у меня глаза бывало раньше так за версту птичку малую видел а сейчас уже не могу суфлер медленно встает а теперь фёдор о главном вот такой друзья анекдот я возвращаюсь снова к нашему конкурсу и конкурс наш будет о главном вот о главном о жизни о семье о детях о ценностях жизненных и так далее вот мы такой вот конкурс каждому из нас есть чем поделиться вот так что я я еще сформулирую более точно пока вот на уровне так наметки да я надеюсь что вы там посмотрите может быть в субботу с утра у нас то пятница у нас пятница вечер у нас сейчас пятница утра я извиняюсь вот у вас пятница вечер вот а в субботу с утра может посмотрите а еще в субботу с утра у нас будет как обычно как обычно у нас будет ой на прямая линия так что мы тоже поболтаем счастливо